Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал и становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. В последнее время в оккупированных агрессором районах Молдовы, так называемой Приднестровской Молдавской Республики, было замечено активное освещение тамошней агентуры агрессора деятельности российского журналиста Ольги Армяковой. Об этом пишет телеграм-канал ARC. До этого указанный пропагандист российских захватчиков Армякова неоднократно выступала модератором площадок на так называемых ежегодных прямых линиях с Путиным. Также она готовила пропагандистские материалы об обоих газовых северных потоках России, а также вела подрывную российскую работу в Узбекистане. При этом Армякова была особенно отмечена ее преступным руководством в период, когда она в течение нескольких лет противоправно руководила корреспондентским пунктом общероссийской государственной телерадиокомпании каналов России и Россия-24 в оккупированном Крыму. За эту противоправную деятельность в поддержку агрессора Армяковой в частности была поощрена фейковым председателем Крыма Сергеем Аксеновым и так называемом конкурсе «Журналист года-2016» с получением гран-при от ключевого крымского коллаборанта журналистские статьи Армяковой об якобы преодолении в Крыму водного кризиса оккупантами российская пропаганда распространяла и в 2020-м. Сейчас приключения Армяковой в Молдове не ограничиваются ее оккупированной частью, поскольку эта пропагандистка в качестве журналиста телеканала-агрессора «Россия-24» взяла интервью у экс-президента Молдовы Игоря Дадона во время его пребывания под домашним арестом. Тем самым Армякова нарушила постановление правительства об аккредитации представителей иностранных медиа в Молдове. Имея родственников в Тирасполе, Армякова заранее в конце апреля этого года прибыла в оккупированный России регион, что совпало по времени с серией терактов в Приднестровье. Армякова активно освещала эти теракты в нескольких пропагандистских телесюжетах, в том числе и антиукраинской направленности для российской пропагандистской информационно-аналитической программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. Интересно, что российские захватчики изначально планировали обеспечить провокационное интервью с Дадоном от печально известного пропагандиста-агрессора Семена Пегова, но затем было принято решение о задействовании именно Армяковой. Цель соответствующих интервью с российской марионеткой Дадоном, которая находится под домашним арестом по уголовному делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии и преступной группировки, является не только распространение российских нарративов самим экс-президентом Молдовы. Это также и попытка дискредитации со стороны российских спецслужб уполномоченных молдавских структур, службы информации и безопасности и бюро миграции и убежища, которые якобы не смогли обеспечить надлежащий режим домашнего ареста Дадона. Следовательно, российские журналисты сейчас удачно используют в Молдове наработанные в оккупированном Крыму опыт подрывной деятельности и провокации. Дополнительно напомним, что ряд преднестровских политиков способствует распространению соответствующей антиукраинской и антимолдавской пропаганды российских оккупантов, активно пользуясь имеющимися у них украинскими паспортами и предоставляемыми ими возможностями передвижения. Речь в частности идет о главе Приднестровья Вадиме Красносельском, тамошнем нынешнем главе правительства Александре Розенберге и министре иностранных дел Виталии Игнатьеве. Как сообщала группа ИС, в Косово задержали российскую пропагандистку по подозрению в шпионаже. Об этом объявил глава МВД Джаляль Швецла. Сегодня Дарью Асламову задержали на пограничном переходе на севере страны. Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста, сообщил министр. Он добавил, что Асламова также участвовала в войне в Украине, распространяя пропаганду вторжения России в Украину. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи.